Это новости на телеканале Хабар 24. С вами Динара Саду. Доброе утро. Начнем выпуск с информации о погоде. Жара установится преимущественно на западе страны и в Павлодарской области. Сильные дожди пройдут в Жамбылской и Североказахстанской. На юге и севере страны синоптики прогнозируют переменчивую погоду. Возможно, гроза и шквалистый ветер. О вероятности града предупредили в Костанайском регионе. Ветрено будет в Казалардинском. И о погоде в столице. Сегодня в Нур-Султане ясно. Днем столбики термометров покажут отметку в 36 градусов. Тысячу человек прибыли в главный священный город мусульман Мекку для совершения паломничества. По исламу каждый верующий по возможности обязан совершить хадж хотя бы раз в жизни. После двух лет пандемии власти Саудовской Аравии вновь объявили об увеличении числа паломников. Напомню, в прошлом году обход вокруг Абы совершили около 60 тысяч человек, тогда как в допандемийное время сюда приезжали почти 2,5 миллиона мусульман. К другим темам. Из-за роста инфляции в Испании бортпроводники крупнейшей бюджетной авиакомпании «Рейнайр» объявили забастовку. Главные требования профсоюзов и сотрудников аэропорта – повышение зарплаты, регулирование занятости и возможность карьерного роста в компании. По мнению рабочих, ирландская авиакомпания не соблюдает трудовое законодательство страны. Напомню, из-за роста цены, фактов удорожания стоимости жизни подобные протесты уже проходили в Бельгии и Португалии. Ожидается, что волна недовольства дойдет также до Франции и Италии. По подсчетам ООН, смерть от острого недоедания грозит 8 миллионам детей из бедных стран. С начала 2022 года от последствий нехватки еды и ослабления иммунной системы пострадали 260 тысяч несовершеннолетних в 15 странах. Исполнительный директор детского фонда ООН Кэтрин Рассел заявила, что для решения кризиса дефицита продовольствия необходим пакет международной помощи в размере почти миллиарда долларов. Специалисты отмечают, что рост цен на продукты питания из-за украинского кризиса и постоянной засухи лишь усугубляют ситуацию. Продолжаем выпуск. Юные талдыкурганцы выиграли гран-при 8-го республиканского сбора молодежи Айбен-2022. Победителями стали ребята из завоенно-патриотического клуба ЖТСО Тарландара, расположенного на базе 7-й школы города. Второе призовое место взяли дети из клуба «Юные связисты» из 18-й средней школы. Для семереченцев это большое достижение. В мероприятии, посвященном 30-летию Вооруженных сил Республики Казахстан и Году детей, приняли участие 44 команды со всей страны. Одаренных ребят торжественно встретили в центре Рухани-Жангру. Теперь они бесплатно смогут отдохнуть в летних бургерях. Это повышает статус нашей области в республике. У нас в регионе более 600 военно-патриотических клубов. Там более 30 тысяч детей. Победители республиканских соревнований награждаются сертификатами управления образования на посещение летних оздоровительных лагерей. «Мы были там около шести дней. Для нас это было неожиданным. Наша радость безгранична. Думаю, это будет один из самых запоминающихся моментов нашей жизни». «Сто лет» исполняется общественно-политической газете «Атрау». С 1922 года издание публикует на своих страницах новости, рассказывает о жизни нефтяного края и его людях. Сначала газета носила название «Ерак», потом сменилась на «Жемжмшалар», «Социалток Рулос» и «Коммунисток Йенбек». Тогда в редакции работали, к примеру, мэтр казахской журналистики Тауман Амандосов, известный Ахынов, Аризан Гарсынова, Жумикен Жмеденов, Мендекеш Сатвалдиев, писатель Абишкекельбаев. Сегодня газета имеет более 15 тысяч постоянных читателей. В честь юбилейной даты накануне Дня работников средств массовой информации на фасаде старого здания редакции установили мемориальную доску. В 1990 году газету переименовали в «Атырау». Заметьте, немногим позже областной центр, да и область в целом стали называться так же. Для нас очень важно увековечить это историческое название. Думаю, что эта мемориальная доска будет символизировать возрождение Атырау. Житель города Арыса в Туркестанской области превратил улицу в сад. Несколько лет Караман Тулиенов занимается озеленением. Мужчина сначала посадил тополь и карагач, а потом решил перейти на экзотику. Он нашел применение заброшенным пустыря. Катерина Попкова познакомилась с живой городской легендой. Это дикая пальма. Животные не едят ее, а при этом растение неприхотливое, редко болеет, тень хорошую дает. Дикими пальмами за три года Караман Тулиенов украсил всю центральную улицу и уже готовит саженцы для новой партии. Экоактивист мечтает о прекрасном оазисе в жарком городе. Поэтому его будни и выходные обычно проходят именно так. Инициатива энтузиаста не сразу нашла поддержку со стороны соседей. А вот когда люди увидели результат, Караман Тулиенов стал живой легендой, благодаря своему трудолюбию. Хороший пример оказался заразителен. Некоторые говорили, что в жаркой Арысе эти деревья не вырастут, не надо сажать. А через год, увидев результат, пришли помогать. Поливную воду сначала приходилось носить в ведрах, а потом вырыли колодец, поставили насос. Теперь очень удобно. Сейчас сложно поверить, но на этом месте когда-то была большая мусорная свалка. Зловония разносилась ветром на большие расстояния. Караман Тулиенов вместе с друзьями вручную убрали все. Посадили деревья, а после появилась и детская площадка. Я Карамана не хвалю. Я им горжусь. Большую работу проделал. Даже воздух чище стал. Столько зелены. В прошлом году ему очень много зелены сажали. Даже вот, вы видели же, в лентропарк. Вот все везде деревья. Каждый субботник. За деревцами теперь ухаживают и дети, и пожилые. А энтузиасту Тулиенову местные чиновники вручили награду. Почетный гражданин. К слову, озеленение мужчина занимается в свободное от работы время. Он ветеринар. И здесь помогает спасать и лечить братьев меньших. Катерина Попкова, Самат Нагашбек, Илонур Маханбек, Муратов. Туркестанская область. Хабар, 24. В американской Флориде нашли огромного бирманского питона. Рекордсмена по размерам. Эта осыпь считается опасной, потому что питается млекопитающими и некоторыми рептилиями. И тем самым меняет экосистему дикой природы штата. Американские биологи активно вылавливают их уже больше 9 лет. А вот каким способом, узнаем в следующем сюжете. Во Флориде поймали самого крупного бирманского питона в истории штата. Эта самка длиной 5 метров и весом почти 100 килограмм. На 13 килограммов больше, чем у предыдущего рекордсмена, когда-либо найденного в штате. Исследователи выманили ее в тропическом парке Эверглейдс. А для поимки использовали живую приманку с самца по кличке Дионис с закрепленным GPS-трекером. Причем самка была не одна. У гигантской змеи обнаружили 122 яйца. Эта самка – самая крупная змея среди всех ранее пойманных в штате Флорида. Это очень впечатляющее животное. Мы зафиксировали 122 яйца у этого питона. В среднем же в одной кладке обычно около 40 яиц. Вы только представьте, какие это масштабы. Длина большинства бирманских питонов, обитающих во Флориде, доходит до 3 метров. Однако в их естественной среде обитания в Юго-Восточной Азии змеи обычно достигают 5,5 метров в длину, а самые крупные – 6 метров и больше. Из этих яиц вылупляются питоны, которые достигают примерно такого же размера, как большинство наших местных змей. Таких животных нужно удалять из экосистемы, поскольку они опасны. Усыпление самок питона играет важную роль в прекращении цикла их размножения. Почти 10 лет консерватория Южной Флориды ведет программу по борьбе с бирманскими питонами. В попытках сократить популяцию опасного вида присмыкающихся, сотрудники организации выманивают самок из укрытий с помощью самцов. Азиза Макулбаева, Сандугаш Байкуаныш, Айдена Карибжанова, Хабар, 24. И на этом пока все. Я желаю вам хорошего субботнего дня. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok